Фу, блин. Реальная история. Я помню очень хорошо, когда я был дома в России с русской подругой. Я учил русский язык потихоньку. И речь сошла про сок. Эй, я купил яблоко сок. Яблочный сок. Эм, окей, и апельсиновый сок. Аперсиновый сок. Как все сложно. А помодоровый сок или помодорочный? Ммм, томатный. Зачем так делать? Я, конечно, обожаю русский язык. Но он действительно меня сходит с ума. И я буду вам в этом видео показывать почему. У меня уже есть видео, где я говорю про самые абсурдные русские выражения. Да, нет, наверное. И с этого дня я уже потихоньку начинаю анализировать русский язык. И я уже думал, что я наконец-то понял, как работает ваша система русских выражений. Первое выражение. Да, нет. Это же согласие плюс отрицание. И это будет отрицание. Потому что да, нет, на самом деле означает нет. Блин, ладно, хорошо. Но как мы могли бы, как иностранцы, это понимать? Я не знаю. И значит, что, наверное, означение выражения зависит от того, будет ли последнее слово или второе слово, согласие или отрицание. И поэтому, наверное, поэтому, да, нет, на самом деле означает отрицание. Но тогда зачем нет? Конечно, отрицание и потом согласие все еще отрицание. Как мы должны понимать вашу систему? Ну ладно, ну ладно, может быть, может быть, если второе или последнее слово не будет ни отрицания, ни согласия, то, возможно, выражения наконец-то тогда будут согласия. Нет, наверное. Это. Это отрицание плюс сомнение. То есть, то есть не отрицание в конце. Но оно все-таки отрицание. Я начинаю задумывать себе, почему эти все выражения отрицания? Ну ладно, ладно, давайте к выражению нет, наверное, добавим даже согласия. Ведь это будет согласие плюс отрицание плюс сомнение. Но даже когда я добавлю в начале, да, такое слово, которое означает только позитив, только согласие и больше ничего, все-таки ничего не меняет, никак не влияет на выражение, потому что выражение, да, нет, наверное, все-таки будет отрицание. Ладно, ладно, я, наверное, помню почему. Только одно согласие в выражении, наверное, недостаточно, чтобы влиять на него и сделать из него позитивные согласные выражения. Так что, что если, что если у нас будет два согласия в выражении и нет никаких сомнений или отрицания вообще? Тогда в выражении должно быть согласие, должно быть счастливее, позитивнее, да должно, обязательно. Хорошо, давайте так и попробуем. Ну да, конечно, это же согласие плюс согласие. Но все-таки имеет отрицательное значение. И что если мы добавим к согласию что-нибудь, которое означает, что наше согласие очень сильное? Например, слово сейчас. Мы же согласны, у нас даже нет времени об этом думать, потому что мы так сильно его хотим. Попробуем. Ага, сейчас. Согласие плюс сейчас. Ну и потом я узнал, что даже ага, сейчас будет отрицание. Я вообще не понимал, что делать с вашим русским языком. Ну тупый. Хорошо, давайте попробуем добавить не только два согласия, а именно три согласия. Ага, ну да, конечно. Согласие плюс согласие плюс еще одно согласие. Ну это отрицание тройным согласиям. Фу, блин. Ну хорошо, я знаю, как это сделать. Слово «да» это слово означает только «да» согласие на максимум. Так что, если я его просто повторяю несколько раз, скажем, три раза, оно должно значить «да». Да, да, да. Согласие, согласие, согласие. Ну капец, вы его произносите как «да-да-да». И оно получается таким образом отрицание. Оно абсолютно отрицание. Та-та-та. Я вообще не могу попить русский язык. Я надеюсь, ребята, что вы сочувствуете со мной. Не важно, сколько лет я буду учить русский язык, я его никогда не выучу. И поэтому русский язык сводит нас с ума.